Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости в студии Виктория Гапутина. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главные темы сегодняшней программы. Будем заблаговременно готовиться к защите своей Родины на направлениях вероятных атак на наше государство. Глава государства Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Брестскую область посетил учебный объект Министерства обороны – «Узел сопротивления», где ознакомился с вариантом инженерного оборудования и его возможностями. Представители этого самого творческого направления дарят другим главное – умение чувствовать, радоваться и сопереживать, поддерживать и восхищаться. День работников культуры отмечают в Беларуси. В преддверии профессионального праздника всех этих ярких, неординарных, талантливых личностей чествовали в городе над Богом. Когда память живет в учениках, дело продолжается. В Бресте восстановился турнир по боксу, посвященный памяти знаменитого спортсмена Владимира Власова. Порядка ста молодых белорусов приняли в нем участие. Глава государства Александр Лукашенко в рамках рабочей поездки в Брестскую область посетил учебный объект Министерства обороны – «Узел сопротивления», где ознакомился с вариантом инженерного оборудования и его возможностями. Также президенту показали условия службы и быта военнослужащих. Места размещения личного состава, командонаблюдательный пункт командира роты, хозяйственный блок. Посещение «Узла сопротивления» обосновано. Ситуация на границе Беларуси по-прежнему сложная, напряженная, а потому, живя в мирной стране, думая о мире, не стоит забывать о том, что не все хотят того же. Это неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, республиканских и региональных средств массовой информации. А их, этих вопросов, различной тематики было немало. Продолжит Лариса Осмолович. Товарищ президент Республики Беларусь, вооруженные силы занимаются в соответствии с планом боевой подготовки. Министр обороны, генерал Александр Хрин. По военному четко, без преамбул, в главе государства докладывают и военно-политической обстановке вокруг Беларуси, которая по-прежнему остается напряженно сложной. Военно-политическая обстановка вокруг Республики Беларусь остается напряженной. Известа в том, что применение военной силы по-прежнему является одним из основных инструментов для достижения как политических, так и экономических целей. Процессы, происходящие в настоящее время в мире в целом, безусловно, влияют на военную безопасность государства. Изменения, происходящие на современном этапе в материальной основе современного общевоскового боя, особенности в вопросах развития средств поражения, вооружения, техники, оказывают значительное влияние на развитие способа ведения оборонительного боя. Такие объекты, как оборудованные всем необходимым узлом сопротивления, которые использовались еще во времена Великой Отечественной войны, создают противнику затруднения для наступления, поскольку их основное назначение – прикрытие наиболее важных в оперативно-тактическом отношении районов, отражение сил противника и создание условий для действий наших войск. Чтобы убедиться во всем лично, досконально, Александр Лукашенко осмотрел места размещения личного состава командно-наблюдательный пункт, хозяйственный блок. Вы вниз закопали вагон. Вагон. Ну, тоже неплохой. Вот они, системы, видите, вентиляции, приточная, вытяжная, полностью все обеспечено автономным действием. Здесь медицинский пост, здесь, товарищ президент, находится методическая литература, которая необходима для подготовки личного состава. Места для расположения боеприпасов, для того, чтобы можно было пополнять боевые комплекты тех подразделений, которые там воюют на передке. Ну и самое основное место здесь, это, конечно, расположение командира роты. Это оператор беспилотного авиационного комплекса, который управляет, наводит по запросу командира роты. Станция сама управления. Сейчас БПЛА, он управляет, который летает. Так точно. Станция управления находится наверху. Все коммуникации сведены сюда, к нему, с этого ноутбука он управляет. Также президент ознакомился с позициями мотострелкового. Отделение, которое хорошо замаскировано, имеет несколько выходов и укреплено на совести с дерева, которое лучше всего ловит осколки и является лучшим противорикошетным материалом. Вот тактическая высота, которая, по сути дела, я предъявил, почему мы вошли именно сюда. Вот посмотрите, просмотр, прострел турами, автоп, на котором может работать тяжелая техника, танк, БМП. А со стороны противника, вот насколько ответственный обрыв, зайти сюда невозможно. На базе узлов сопротивления для мотострелковых рот организованы двухнедельные занятия. Ребята проходят подготовку. Воюйте. Так точно, можете продолжить. Освоили. Так точно. Ну, главное, чтобы они понимали. Вы все знаете. Никакой показухи, мужики. Все должно быть как реально. Даже если будете убеждены, что нам воевать не надо, все равно надо готовиться как следует. Так точно. За показуху, как за дедовщину, железобетон нас просим. Поэтому все делайте на совесть. Основная задача подчеркнуть, что то, что требует наш президент, главнокомандующий от нас людей в погонах, конечно, не допустить развязывания войны на нашей территории, обеспечить мир, защиту нашего государства. Мы не просто это говорим. Мы вот на деле показываем, что мы к этому готовимся. Мы никакие не агрессоры, как бы там ни пытались наши западные соседи спекулировать на этой форме. Мы готовимся защищаться, обронять свою землю. И никому ни кусочка земли, ни метра своей не дадим. Главе государства было продемонстрировано уже имеющееся на вооружении, а также перспективные средства для ведения контрбатарейной борьбы, современные средства связи. Основное средство разведки контрбатарейной борьбы – это С-пилотник с хорошей камерой. Очень качественные получаются снимки, видео, разведка хорошая. Значит, есть у нас такой уже аналог, он далее будет вам представлен на выставке наш белорусский «Беркут-3». Проходит сейчас испытание. Ждем быстрее. Все надо делать. Беспилотники – это будущее. Это самая суть контрбатарейной борьбы – успеть быстро обнаружить противника, поразить и уйти со своих позиций. И это позволяет с оборудованием это все сделать. Оно позволяет автоматизировать этот процесс и сократить, существенно сократить время выполнения всех этих задач. Все вышесказанное президенту продемонстрировали, проведя комплексное занятие с усиленной мотострелковой ротой с использованием элементов узла сопротивления. Уже в разговоре с журналистами Александр Лукашенко отметил, что все, что сегодня происходит в белорусской армии, направлено и сосредоточено на защите Отечества. Белорусы никому не угрожают и воевать ни с кем не собираются. Но держать порох сухим, уметь в случае нападения отразить действия противника, уметь атаковать – это необходимо. Нам не надо уже на уровне президента выдвигать, будет и поднимать, приводить полную боевую готовность таким образом наши подразделения. Они уже будут здесь. И не только здесь. Это только один эпизод, это один пункт. А у нас их будет несколько, не будем говорить сколько. Их будет немало, и мы в мирное время, вот как сегодня, отработаем все мероприятия для того, чтобы заблаговременно, в случае получения сигнала о том, что соседи наши плохо себя ведут, мы займем эти пункты. Они будут, должны быть труднопроходимыми, как минимум труднопроходимыми для противника. Заблаговременно будем готовиться к защите своей Родины на направлениях вероятных атак нашего государства. Таких вот, не таких, как здесь, а более масштабных центров будет несколько по периметру нашей границы, с учетом современных войн. Опыт современной войны белорусскими военными усвоен на 100%. И в случае нападения должный ответ не заставит себя ждать. В середине будущего года мы будем иметь все в полном объеме, что нам необходимо. Связь, разведка, беспилотники, ударные беспилотники в том числе. Ну и вот активная защита. Вот все, что вы видели сегодня, это оборона нашего государства. Мы не наращиваем вооруженные силы у границ, допустим, Польши и стран Балтии для того, чтобы их атаковать. Мы это не делаем. Но, как вы слышали только что, что обороняясь, мы это будем делать активно, чтобы в любой момент перейти в выступление, если нам для этого будет необходимость. Это работа на земле. Вот то, что мы увидели, работа на земле и элементы, беспилотники в воздухе, как разведывательные. Мы не говорим о более мощном оружии, которое сегодня у нас есть, для того, чтобы показать свою мощь и нанести противнику неприемлемый ущерб. Мы не будем покупать тысячи танков, у нас на это и средства нет возможности, но у нас есть, как всегда, возможность нанести ему неприемлемый ущерб. То есть, прежде чем нападать на Беларусь, он подумает, что ответ будет такой, что для них неприемлемый. Не исключает руководитель Беларуси прекращение поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Из принятого временного бюджета были исключены пункты поддержки государства. Фронт, линия соприкосновения, она на месте. Она стоит на месте в основном. Движение есть туда-сюда. Вот за такие высотки воюют. Бывает, что украинцы эти высотки захватывают с утра, там за ночь. К вечеру их россияне выбивают, потому что высота позволяет обстреливать на десятки километров территорию. Вот как здесь, вы видите, почему и выбрана эта высота. Поэтому очень сложно этот контрнаступ осуществлялся. Сейчас, я могу сказать, это мое мнение, первый этап провалился. Сейчас они готовят второй этап и обозначили 4-8 недель. Что вот за эти 4-8 недель надо что-то на фронте сделать. Почему американцы их подталкивают и торопят? Я про европейцев уже не говорил. Это отдельный разговор. Американцы. Потому что и политическая ситуация, вы знаете, что авторитет властям и Байдену эта война авторитета не дает. Он и так по всем социологическим вопросам проигрывает. А здесь надо же какая-то победа. Надо что-то американцам положить на стол для того, чтобы выиграть. Поэтому торопят. Думаю, что это не получится. Ищут новые варианты. Это вплоть до прекращения поддержки Владимира Александровича Зеленского. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что единства в так называемых партнерах, это про Европу и Америку, нет. И старый свет воевать не хочет. Им это не нужно. Европа и Америка, как бы они ни демонстрировали, что они едины, никакого единства нет. Это я говорю вам точно, исходя не только из моего анализа его заключений, а исходя из всех контактов, которые у меня лично были, не только у меня, но и у наших военных и госбезопасности. Европа воевать не хочет. Европа не хочет, чтобы этот конфликт разрастался. Почему? Потому что это в нашем доме. Американцы далеко. Они думают, что отсидятся за Атлантикой. Они далеко. Но в очередной разговору надо остановиться. Ибо будет хуже. Военная риторика ни к чему хорошему не приведет. Лучше мирно жить, чем воевать. Это истина. Вот это нагнетание, эскалация приведет к тому, что они достанут красную кнопку и положат на стол. А еще одна такая атака на глубину, и будет ответ колоссальный. В противном случае, зачем это оружие? Поэтому вот они все время американцы и европейцев толкают в эту сторону и сами начинают активизироваться для того, чтобы подтолкнуть военных России к применению крайнего оружия. Вот в чем опасность. Опять глупцы думают, что за океаном отсидятся. Они просто втянут весь мир в эту тяжелую войну. Отвечая на вопрос о приближающихся парламентских выборах в Польше и о будущих отношениях между странами, президент отметил, что неизвестно, какую политику будут проводить новые власти. Надежда всегда есть, что эти понятно, как себя ведут и будут вести, а как будут вести те, надежда какая-то есть, что они все-таки голову в руки возьмут и будут аналогичным образом, будут работать на то, чтобы наладить отношения. Кстати, такой позиции придерживаются и дипломаты Польши и в том числе, которые работают у нас. Они, надо отдать им должное, молодцы, они понимают, что происходит, но тоже руки опустили, ждут выборов и говорят, ну если новые силы придут к власти, то есть надежда, что будет какая-то перезагрузка. Перезагрузка. Да, ну вот перезагрузка, они говорят, будет какая-то перезагрузка. Ну да, на это можно надеяться. Но мы ведь, вы же видите, мы ни на что не надеемся. Мы готовимся по максимуму к худшему варианту. Готовься к худшему, лучшее, ну хорошо. При победе проевропейца Дональда Туска есть шанс, что он будет действовать в интересах Европы. Туск, работавший в структурах европейских, это проевропейский политик. А я уже говорил, что даже по конфликту в Украине, Европе эта война не нужна. Поэтому Туск, будучи проевропейским политиком, есть надежда, что он будет все-таки действовать в интересах этой самой Европы. А эти, понятно, они хотят быть, ну если не пупом, то пупком всей планеты. Они хотят здесь быть. Они вооружаются, они уже напрогли, всех напрогли. Вы посмотрите, уже в каком-то непонятном состоянии Германия находится. Они уже ненавидят руководство Польши, немцы. Возьмите реакцию французов, да всех. Что им нравится, что Европа тут, они же прямо заявляют, эти дуды-моровецкие, что они изменят мир, цитата. Слушайте, они изменят мир. Это то самое, что я вот сейчас бы вышел и сказал, постреляли, постреляли, и на этом фоне сказал, завтра я изменю мир. Безумство. Поэтому это полностью подконтрольное, на поводке халуи Вашингтона, нынешние власти Польши. Они увязли в этом. Обратной дороги нет. Хотя, я их знаю давно, они могут развернуться. Но, наверное, американцы не дураки, они их повязали намертво. Чтобы для нас политика их понятна. Это будет проамериканская политика. В Варшаве будет опорой Соединенных Штатов Америки. И то, что они тусню начали эту возню с Украины, по поводу там зерна началось, а сейчас уже и глубже. Уже оскорбляют друг друга и так далее, и тому подобное. Хотя бы помолчали. Но это полный провал Варшавы. Полный провал. То, что они накатывают на Украину, это их провал. Я как политик говорю, в этой ситуации рот надо зашить и молчать. Президент высказал и свое мнение о Европейском Союзе. Абсолютно категоричное. Я категорически поддерживаю существование Европейского Союза. Потому что одна из опор нашей планеты. США, Европейский Союз, Китай, индусы, россияне там поменьше. Но это опоры. Особенно США и Европейский Союз. Если рухнет Европейский Союз, будет жарко всем. Но очень надеюсь, нутром чую, что Германия и в целом Европа, Франция тоже поворачивается в нашу сторону. Есть такая надежда. И новая, если будет эта власть в Польше, думаю, что они не дураки. Страны понаблюдали. Они в этом направлении разворот совершат. Вот в этом плане мы это все воспринимаем. Высказался Александр Лукашенко о демократии по-польски по отношению к мигрантам и о том, что никогда не считал польский народ врагами. Сегодня идет активная вакханалия вокруг выборов. Это мы понимаем, это естественно. Кто там придет к власти, это зависит от польского населения. Но единственное, в чем мы вмешиваемся в эти выборы, мы не хотим, чтобы поляки считали нас чужими людьми, врагами. Мы этого не хотим. Мы никогда не ставили своей целью обострять, не воевать с поляками, даже обострять с ними отношения. Нам это не надо. У нас 200-250 тысяч поляков живет. Правда, наших. Это мои поляки. Я всегда так подчеркиваю. Это поляки, но это мои поляки. И они не хотят в Польшу ехать. Они здесь живут и будут жить. Вот губернатор один, губернатор второй, они здесь на Западе в основном живут, они им проблем никаких не доставляют. Они у нас у власти эти поляки. У нас нет принципа, что вот поляк, значит, ты к власти близко не подходи. Я даже Юре говорю часто, говорю, Юр, у тебя, наверное, там в роду точно поляки. Витольдович, Юрий Витольдович. Губернатор, губернатор на Западе. Я никогда вопросов этих не задавал, назначая его на эту должность. Потому что я уверен, что это белорус, про-белорус. И даже если у него там, я, правда, не знаю, Юра, ну даже дай бог, чтобы все там корни были. Это самый преданный. Ну, чтобы не обидеть другого губернатора. Ну, лидер вместе с Гробинским губернатором. Лидер в нашей стране. Первый регион. Поэтому я нигде даже, мне близко нет. Я абсолютно интернациональный человек. И я не хочу, чтобы поляки думали, что вот Лукашенко там враг Польши. Они же так преподносят это народу. А что такое Лукашенко? Лукашенко же президент белорус. У нас же белорусы такие. Я вот этого не хочу. И в этом мое вмешательство в выборы в Польше. Если это можно назвать вмешательством. Я хочу, чтобы поляки знали, что здесь происходит. Они знают. Люди разберутся во всем. Я хочу вмешиваться в их выборы. Но хочу, чтобы поляки не думали, что здесь живут их враги. Мы были добрыми для них соседями и будем. А эти тузские, те самые моровецкие дуды, они сегодня приходят, завтра уходят. Как и Лукашенко тоже. Мы люди временные. Только надо себя вести так, чтобы в истории каким-нибудь негодяем или подонком не остаться. А вот о подготовке к избирательной кампании в Беларуси, поддержке семей, чтобы помощь шла именно на детей. И о работе созданного фонда «Первого» мы расскажем вам в следующих выпусках новостей на канале БУК-ТВ. Вроде бы совсем недавно началось лето. Как вдруг осень? А потому расслабляться не стоит. Совсем немного и наступит суровый осенне-зимний период. Именно поэтому большинство городских служб уже берутся за дело заранее. Активно в эти дни проходит реновация дорожного полотна. Благоприятные погодные условия дают возможность дорожникам максимально полно заниматься укаткой асфальта. Продолжаются капитальные ремонты жилого фонда. Сейчас практически во всех частях областного центра можно увидеть строителей, которые утепляют фасады, заменяют трубы в подвалах, обновляют внешний вид балконов. Наши корреспонденты отправились по нескольким адресам, чтобы оценить ход работы и посмотреть на состояние объектов. С 1982 года как въехала я сюда, здесь же было голо все, а я с двумя малыми детками. Я купила лопату, зашла в ЖС, здесь был по соседству. Выбила тогда у нас, если помните, у нас ибы были великолепные. Вот они 40 лет стояли. Я с детками, с чужими, со своими, все копали, все сажали. Ну и весь дом настоял, чтобы я стала председателем бесплатным. И я вот так 40 лет, они меня зовут мамой, я как хозяйка дома бесплатная. Поэтому я за этим домом слежу. И когда наступил момент капремонта, я сказала, ни один кирпич у меня не уйдет налево. Все, что нам заложено, все будет сделано. Чтобы сделали все в этом доме, чтобы потом 40 лет дом мог стоять и только радоваться. Мамой дома называют Наталью Васильевну. И она действительно радеет из-за его состояния, из-за комфорт проживания всех жильцов. А потому и взяла на себя, так сказать, должность смотрящего за всем, что происходит вокруг да около. Жизнь, говорит, сейчас такая, все должно быть под присмотром. Радует, что среди нас есть еще люди, которым не все равно. Не свое личное, общественное. Кстати, от пристального взгляда Натальи Васильевны не скрылось главное. Рабочие строители – люди ответственные. Хорошие попались рабочие? Очень. Очень. Я очень довольный. Я не могу слова сказать плохого. Дай бог, чтобы доделали, все сделали, что по плану есть и что даже не было в плане. По заявке по нашей, то делается. Дом преобразился. Это видно невооруженным взглядом. С советских времен плитка, которая отпадала целыми пластами, ушла в прошлое. Сегодня дом уже радует яркими, сочными красками, красивыми балконами. Некоторые изменения произойдут и в подъездах. Объект финансируется за счет бюджета, за счет средств жильцов. На него выделено порядка 800 тысяч, из которых уже большая часть освоена. И в планах по этому месяцу, октябрю, привести его до конца в порядок и благополучно сдать. Мы видим, на объекте работы ведутся, убирается плитка, которая представляла опасность в прежнее время. Сейчас это все приводится в порядок, чтобы был эстетический вид, ну и безопасно было. Жильцы дома в большинстве своем стараются все строительные перипетии переживать стойко и не роптать, а где-то и помогать. Как в семье, все разные, так и в доме. Есть люди, которые приветствуют этот ремонт, есть, некоторым не нравится, некоторым мало, надо больше сделать. Ну, так как бюджет не резиновый и, соответственно, деньги на капремонт, фактически, которые есть, то, что заложено в проекте, то и делают. Ну, и чуть-чуть больше по просьбе жильцов. Новую жизнь приобретает и 61-й дом по улице Интернациональной. Да и жильцам больше нечего бояться выходить на свои балконы. Сегодня они укреплены навеки вечные. Радует и эстетический вид. Они, как и сказки, все такие ровненькие, гладенькие, яркие. Но произвести такого рода работы весьма сложно. Сложность этого объекта – усиление каждого балкона. То есть узел такой специфический. Надо залазить на каждый балкон, а у людей ремонты, пятое, десятое. И получается, что каждому надо найти подход. И приходится немножко, как бы так, ювелирнее более работать, потому что, чтобы не зацепить ни окна, ни рамы, ну, это усложняет этот момент. Вторая проблема этого дома – протекающая крыша. Она также давно требовала нового покрытия. Временные латки были временными. Сегодня это просто какой-то каток. Но не все так просто. Снимается старый гидроизол. Делается цементно-песчаная новая стяжка, армированная. Застилается двумя слоями нового гидроизола. Нижний слой и верхний бронированный. Наращиваются веншахты, кирпичом керамическим утепляются, ставятся новые зонты. Водосточная система меняется по всему периметру крыш. Вот так выглядит крыша, когда делается капремонт. Уже в готовом виде. Ну и раз крыша готова практически, значит капремонт движется к своему логическому завершению. И это только два дома из списка требующих капремонта. Всего в 2023-м отремонтируют 31 дом. Кто-то скажет, так мало, но вдумайтесь, это 127 200 квадратных метров. И вспомните, сколько сил и средств вы вложили в ремонт своей однушки, двушки, трешки. Все сделать сразу и для всех просто невозможно. Не хватит ни сил, ни средств. Есть определенные стандарты отбора домов для капитального ремонта. Критериями постановки дома на капитальный ремонт, перспективную программу капитального ремонта на пятилетку является, значит, срок эксплуатации дома. Второй критерий – это техническое состояние жилого дома по результатам весенних-осенних осмотров. Ну и, собственно говоря, финансирование с городского бюджета, а также отчислений населения на платы на капитальный ремонт. Виктория Агапутина, Дмитрий Литменюк, Александр Макаревич, Новости Бреста. Во второе воскресенье октября в Беларуси свой профессиональный праздник отмечают самые креативные, талантливые и энергичные люди – работники культуры. Это праздник писателей и поэтов, художников и артистов, музыкантов и певцов, работников музеев, галерей и библиотек, участников творческих коллективов. Именно они своим трудом делают нашу жизнь ярче и насыщенней. Без представителей этой профессии не обходится ни одно праздничное мероприятие. Их узнают, их уважают, ими гордятся. Накануне праздников в Бресте в их честь прошли торжественные мероприятия, приуроченные к праздничной дате. В адрес каждого звучали самые теплые слова поздравлений, пожеланий и благодарности за их труд и любовь к выбранному делу. День работников культуры – это профессиональный праздник деятелей искусства, людей творческих профессий, а также хранителей культурного наследия. Культурная досуговая деятельность – это огромный труд, это серьезная, кропотливая работа всего коллектива, которая зачастую незаметна для непосвященных. Сохраняют и восполняют культурное наследие в городе над Богом талантливые и преданные своей профессии люди. Подтверждение тому – Брестские международные фестивали, которые создают уникальную и теплую атмосферу, куда зрителям из года в год хочется возвращаться и переживать эмоции снова и снова. Это январские музыкальные вечера, Белая Вежа и парад оркестров, лукбук, конкурсы Рихтера и многое-многое-многое другое. Не любить то дело, которое, наверное, каждый из нас занимается, невозможно. И это, наверное, особенно относится к нашим работникам культуры. Они у нас немногочисленные по городу, это порядка 500 человек, но это те люди, которые сегодня самоотверженно пытаются донести и показать ту самобытность, те традиции, которые сегодня сложились на площадках, которые мы показываем в городе. Вы видите, какие сегодня проходят фестивали. Это и Белая Вежа, это и январские музыкальные вечера, это и полномасштабная подготовка к дню города и много других мероприятий, которые проходят в Бресте. Это все благодаря нашим любимым работникам культуры. Сегодня многие считают, что культура и ее работники – это сплошной праздник, и работать в этой сфере легко и весело. Другие – что это рутина, затянувшая каждого работника с головой. Третьи скажут, что для души человека культура – как воздух для легких. Но сколько бы мнений не существовало, следует помнить, что без работников культуры наша жизнь превратилась бы в скучное времяпрепровождение, лишенное всякого смысла. Когда приезжают к нам гости из Российской Федерации, либо где-то с ближнего зарубежья, либо мы участвуем у них на их площадках концертных, все с ободушевлением смотрят и с восторгом на то, что, наверное, наши работники культуры, наши актеры, либо театральные группы, либо художественные группы себя могут презентовать и показать, что это Брест, и нас везде узнают. Конечно, за это переполняет гордость, потому что те подходы и те, наверное, традиции, которые сложились благодаря ветеранам нашим, работникам культуры, которые работали раньше, они дают свою отдачу на сегодняшнее время. И молодые коллективы это очень чувствуют, потому что есть у кого было подпитаться. И самое главное, что мы это сохраняем. Сохраняем. Сохраняем и, мало того, еще и примножаем. В наше время, когда жизнь наполнена бесконечными трудностями, проблемами и заботами, хочется чего-то особенного, светлого и доброго, яркого, хочется праздника. И те, кто посвятил себя данной профессии, создают нам этот праздник, и для них это настоящее призвание. Трудное, но захватывающее, творческое и всепоглощающее. Брестские работники культуры со своей миссией успешно справляются. Подтверждением этому служат дипломы и почетные грамоты, которые были вручены на торжественном мероприятии в преддверии праздника самым креативным и талантливым людям, отдающим себя работе и творчеству. Работники культуры очень многообразны. Это и люди искусства, и люди науки, и люди исследователей. Это и художники, и писатели, библиотекари, и музейные работники, директора школ, музеев, музейные специалисты, научные сотрудники, исполнители, дирижеры. Список можно продолжать и продолжать и продолжать. Вот культура, это слово объединяет таких многообразных людей. Ну, конечно же, их всех объединяет любовь к культуре, конечно же, творческие задатки, то, что они могут работать всегда, ведь процесс культурный, его невозможно остановить. Награждали тех, кто именно в 2023 году внес большой вклад в проведение крупных проектов. Среди тех, кто внес свой вклад в развитие проектов, а именно такого, как парад оркестров, дирижер Брестского духового оркестра Валерий Коваль. Работа, которая была им проделана, стоит самых наивысших похвал. Ведь подготовка к такому масштабному проекту длилась около года. И чтобы показать тот самый фееричный результат, который все брещане увидели в День города, стоит немалых усилий. Парад оркестров – это вообще грандиозное событие. Ведь в республике у нас никто не проводит. Это мы единственные в республике, которые смогли осуществить эту величайшую задачу и действие. Потому что собрать коллективы, и собрать их не просто собрать, а свести их в единый оркестр – это очень сложная задача. Понимаете, когда 350 музыкантов из разных оркестров совершенно приезжает из разных городов, и в течение одной репетиции мы их сводим в единое целое. И он звучит, как, я бы сказал, что не просто мощно, а могущественно. И это было очень здорово. И я, понимаете, получил величайшее удовлетворение и горжусь тем, что являюсь создателем такого творения. Задумывались ли вы, что ощущает дирижер после того, как отыграл свое выступление? Что его держит на сцене? Наша съемочная группа узнала у Валерия Коваля. Такое ощущение, когда вкладываешь всю душу в это мероприятие, когда оно состоится, ощущение победителя. Понимаете, вот это, я бы сказал, что это какой-то фейерверк, состояние счастья. Вот это и есть счастье, когда ты стремился, ты добился и у тебя получилось. Но еще очень важно, когда к тебе подходят люди со всех концов и говорят тебе спасибо. И это было здорово. Вот это вот самое главное в жизни. Культура должна быть в душе всех людей, так считает старший инспектор отдела культуры Брестского горисполкома Алла Кондак. Ее работа особо не бросается в глаза, однако она имеет огромное значение для Бреста. Через нее проходят сотни страниц книги жизни нашего города. Но что еще особенно важно, каждую из них она пропускает через себя. Сохранить то, что есть и донести до будущих поколений это очень важно. Мы с вами знаем наш город и его развитие, но Великую Отечественную войну он был почти разрушен. Очень мало чего осталось. Поэтому все, что у нас мы сохраняем, мы делаем для того, чтобы наши дети, наши родители могли видеть свою молодость, вспоминать, где они гуляли, ходили. А наши дети могли понять, что же для нас было важно в послевоенные годы. И вот сейчас это сохранить и приумножить. Это та работа, которая очень интересна и значима не только для Брещан. Ведь к нам приезжают гости из разных стран, из разных городов России. Они удивляются чистоте нашего города. Но кроме этого они удивляются еще, сколько интересных моментов можно узнать и о Брестской крепости, и о женском монастыре, и о Бернардинском монастыре, получается. И сколько церквей у нас красивых, сколько у нас мест интересных, сколько у нас значимых мест, о которых мы с вами говорим. И памятник тысячелетия, и на улице Гоголя эти уникальные фонари. И сколько мемориальных досок у нас. И сейчас наши скульпторы, они делают мемориальные доски, горельефы, барельефы. Мы узнаваем этих людей, они узнаваемы. Это уже те люди, с которыми мы жили вместе, с которыми мы рядом находились. День работников культуры – это не только хороший повод наградить самых достойных, талантливых и целеустремленных, креативных и активных. Это время сказать спасибо за ту работу, которая проделана достойно. Нашим работникам культуры, конечно, хочется пожелать в первую очередь здоровья, терпения, того неиссякаемого источника энергии и креативных мыслей, которые мы пытаемся реализовать на площадках города Бреста. Ну и также, наверное, не забывать про семьи, потому что, когда дома все хорошо, то и на работе спориться. Анастасия Мелешкиевич, Андрей Щерба специально для программы «Итоги недели». В Бресте возобновили мероприятия, посвященные памяти знаменитого боксера Владимира Власова. С 6 по 8 октября в Бресте проходит республиканский турнир по боксу, организаторами которого выступили Брестский горисполком совместно с Управлением спорта и туризма. Порядка 100 спортсменов из разных областей Беларуси сразятся в поединках за призы и медали. Их имена мы узнаем уже в это воскресенье. Корреспонденты БУК-ТВ побывали на открытии турнира. Смотрите, как это было. Ребята волнуются. Уже через полчаса после официального открытия турнира начнутся поединки, что требует максимальной сосредоточенности и выносливости. Некоторые уже разминаются и получают последние наставления своих тренеров. Ведь все по-взрослому. Бой, драйв, адреналин, судьи и сильное желание победить. И вот уже на ринге первые спортсмены и тренер Александр Мастыка, насколько это возможно, поддерживает своего подопечного. Первым быть труднее всего, а ведь хочется показать свой максимум. Но в этот раз удача улыбнулась сопернику. Расскажи, насколько ты готовился к этому бою? Ну, с начала лета. Тяжело это подготовиться, быть боксером? Расскажи мне. На самом деле, да. Тренировки упорные, сложные. Иногда силы не хватает, в принципе. Ну, для этого мы и тренируемся, чтобы она была. Сила. Ну и все, да. Как чувствуешь себя после ринга? Боя. Да, нормально, немного устал только. Устал? Да. Обидно. Когда чуршил, не дожил. Да. Ну, у тебя будет время отыграться? Думаю, да. Уже в другой раз. Шубский Матвей, да. Перспективный, значит, боксер. Ну, выступает этот год и эти соревнования по старшему возрасту. Он 2009 года, а боксирует с 2008 годом. Плюс еще у нас немножко не хватает веса, потому что минимальная категория 46 килограмм. А весим мы 42 еще. Поэтому немножко тяжеловато именно с соперниками, которые немножко больше физически. Ну, в принципе, отбоксировал хорошо. Будем делать выводы и становиться сильнее. Сто ребят из Витебска, Минска и Минской области, Бреста и Брестской области отдают дань памяти великому человеку, заслуженному тренеру БСССР, который воспитал 12 мастеров спорта по боксу, был председателем областной федерации ВОКСа, и память о нем будет жить в поколениях. Владимир Емельянович Власов – это легендарный человек, заслуженный деятель физической культуры Белорусской СССР. И, наверное, это имя в свое время как-то немножко подзабыто было. Поэтому первым делом, что мы сделали, это, конечно, присвоили его имени нашей школе спортивной номер один, для того, чтобы немножко напомнить о том, что именно у нас этот человек трудился и воспитал, наверное, ни одного спортсмена с большим именем. Мало того, он еще, так скажем, участник Великой Отечественной войны, который через годы пронес вот ту стойкость, мужество и сохранил в себе возможность потом отдаться полностью спорту. Наверное, это просто благодарность должна быть за то, чтобы мы, потомки, помнили это. Этим турниром вспомнили не только о мастере своего дела, но и возродили давно забытые традиции. Ведь 10-15 лет тому назад, еще при живом Власове, такие состязания были. Сегодня они вышли на другой уровень. Это хорошо для Бреста уже, как второй будет такой республиканского значения турнир, как у нас еще проходит Морозово турнир памяти, и вот еще один добавляется к нашему турниру, развитию нашей Брестской области, еще один такой хороший турнир, как Власово. А зрителям остается только болеть, сжимать кулачки и желать удачи нашим спортсменам из Бреста и Брестской области до объявления призовых мест в воскресенье 8 октября. Это уже не первый турнир. Ну, я не хочу этому хвастаться, но я достаточно уже много выступаю. И это как такая подготовка перед... Сейчас будет через недели три важный очень турнир на мастера спорта. Я очень сильно к нему готовлюсь, и этот турнир как подготовка к нему. Идя, ты сможешь? Ну, есть, присутствует волнение, конечно, но прям, что очень сильно волнуюсь, нет, нет такого. Уже более такая собранная работа, спокойная. У меня сегодня бой будет седьмой парой. Ну, я не знаю, как к нему готовиться, но, понятное дело, размяться, обвоксировать свою мощь. Все как положено сделать. Ни в коем случае не надо расслабляться раньше времени. Все четко надо делать и обвоксировать. Я его поддерживаю. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свое видение происходящих событий. Жизнь всегда проще, когда понимаешь, как и что происходит. Ну, а мне остается только добавить. Это было ваше телевидение, семейный канал Бухтв. Подведем итоги ровно через неделю. Я, Виктория Агапутина, говорю вам до встречи. И, как всегда, желаю, чтобы новости в ваших домах были только добрыми. Редактор субтитров А.Семкин